Всем привет! Сегодня я хочу с вами порисовать своего персонажа Савенка. Моя, можно сказать, первая игрушка, которая получила положительный отклик. Делаю я по сей день эту игрушку. Такая предыстория. Какие материалы нам сегодня понадобятся? Я в первую очередь хочу сказать, что это не мастер-класс, а скорее просто совместное рисование, потому что мастер-классы я не умею вести. Нам понадобится карандашик простой, акварельная бумага, стирательная резинка, акварель. У меня белые ночи, разные наборы там смешаны, поэтому по цветам не подскажу, но подойдет любой стандартный набор. Кисточка, у меня пятерочка, белка. Можно взять синтетику, она тоже прекрасно подойдет. Тряпочка, в которой мы будем вытирать кисточку. И водичка. Так, и забыла самое главное. Нам понадобится палитра. У меня в качестве палитры будет вот такая обычная тарелочка. На ней очень удобно смешивать. Прежде чем мы начнем работать красками, мы сделаем эскиз. Я сейчас присяду. Надеюсь, вам хорошо видно. Начнем делать эскиз с компоновки. Мы, получается, примерно представляем, какого размера у нас будет цивенок в везде. Отступаем сверху, отступаем снизу побольше и примерно так себе заметили. Не уверена, что видно. Иногда я буду делать так. Я пока еще не совсем понимаю, как на видео себя вести, чтобы вам было все видно и понятно. Совенку я предлагаю наметить абсолютно просто. У нас у совенка голова больше тела. Поэтому мы также разделяем на две части. Голова побольше, тела поменьше. Еще здесь немножко оставили в запасе для ножек. И получается из большого пространства отметок наших мы рисуем овальчик. Овальчик будет нашей головой. Совеночка. И рисуем тельце. Это тоже будет маленький овал. Может быть даже его кружочек. Мы просто намечаем, особо ничего не прорисовываем. Ножки я предлагаю подрисовать таким образом. Они же у нас очень пушистые. Главное, чтобы они были на одном ловкости. Они чуть-чуть будут заходить на наше тело. Так. У меня есть любимая привычка стирать лишние. Это делать не обязательно. Это просто, так скажем, вредная привычка. Продолжаем рисовать лапки. Так. Я все-таки приближу, чтобы вам получше было видно. То есть у нас сейчас такой вот макетик. Рисуем лапки. Вот я их буду рисовать так простенько. То есть у нас палочка. Потом мы делаем на метки пальчиков такими вот как скобочками. Сейчас покажу тоже поближе или там видно? А вроде бы видно. Иногда буду подглядывать. Так. И еще одной скобочкой пониже отмечаем изгиб, который будет у пальчика. И потом вот так вот соединяем. Можно, конечно, это делать по своему усмотрению. Ведь мы рисуем. Каждый рисует все равно по-разному. И потом вот где суставчик, мы просто делаем вот такой вот кружочек. Небольшой. И также прорисовываем дальше. Палечек со сгибом. Закругляем на конце. Можно было, конечно, даже сильно так не прорисовывать. Красками наметить. Но я любитель прорисовывать всяких мелких деталей. И думаю, что в декоративном рисунке это более чем уместно. Но это мое мнение. Так что продолжим дальше. У нас получились вот такие вот лапки. Сейчас суставчики тоже намечу. Потому что у моих птичек суставчики намечены. Вот так вот у нас получилось. Мы потом немножко облегчим рисунок перед тем, как приступать к акварелию. Тогда они будут смотреться более натурально. Так и рисуем когти. Когти мы рисуем просто. Тоже, я думаю, на свое усмотрение. Я их нарисую так, чисто символически, что у меня же все-таки когтистые советы. Собственно, даже в какой-то мере считаю их небольшой изюминкой. Я очень люблю свои советы, игрушек. Я их очень часто делаю. Скажем так, моя любовь в моем игрушечном мире. Крылышки я пока просто предлагаю вот так вот наметить. Можете, кстати, крылышки располагать, как вы хотите. Вот я хочу, прямо как у моего солёночка, то, что они вот так вот намечены. Они чуть-чуть прикрывают лапки у него. И я опять подотру. Вы можете подтирать, следовать этому примеру. Пока это у нас просто наметка. Так, к детализации чуть позже перейдем. Предлагаю более чётко наметить голову и работать в ней. Глаза у моего солёнка большие и они находятся в нижней части. Поэтому предлагаю их наметить таким образом. Можно использовать метод пропорции или метод визирования для того, чтобы чётко их размер сделать одинаковым. Где-то вот так. Сейчас я вижу, что у меня пространство слишком большое. У меня носик маленький и еле входит между глазок. Поэтому я добавляю ещё для глаз. В общем, делаем такие вот, скажем, квадратики. Стираю лишнюю линию. Я надеюсь, что у вас это получилось с первого раза. Если не с первого, то тоже ничего страшного. Так, и у нас получается вот такая вот наметка. Клювик у нас вот здесь вот такая будет наметка. И мы из этого квадратика сейчас сделаем когляшок. Делаем такие кружочки для глаз. У него глазки кругленькие. Сейчас мы ещё попозже перейдём к разрезу глаз. У всех моих совет абсолютно разные разрезы глаз, но мне нравится очень грустно. Мне вообще нравятся грустные ушки. Я понимаю, что у некоторых людей это не вызывает восторга. Поэтому вы можете рисовать не грустные глазки, а весёлые. Это только ваша фантазия, ваше желание. Теперь я предлагаю наметить ушки. Ушки у меня тоже находятся низко у грустных совет. Добавляем ещё большей жалости, грусти, не знаю. Я их тоже намечаю произвольно на менте. Мне сразу хочется добавить сюда вот чубчик. Цвет у меня пушистый и мне иногда хочется им дополнительный чубчик приклеить, чтобы это выглядело более забавно. Также я предлагаю сразу наметить каёмку слепленной части. Если вы хотите прямо игрушку рисовать. По крайней мере, я планировала рисовать именно игрушку, а не просто совёнку. Вот я заметила, что мне ушко немножко не соответствует, потому что я хочу под правил. Вот такая у нас наметка получилась. И дальше я вам предлагаю добавить вот так вот пушистости карандашиком. Ворс у нас идёт вверх, а у другой части будет идти вниз. Мне кажется, так будет более гармонично смотреться. Естественно, игрушка в жизни более пушистая. Тут тоже волосики находят на мордочку. Тоже хочу это отметить. Конечно, детализация рано, но мне захотелось. Я на самом деле очень волнуюсь, что вам показывала, как их рисовать. Так, и вот я решила выбрать грустный взгляд. Я провожу линию, до куда у меня будет идти века. И получается, чтобы был грустный взгляд, я намечаю вот такой вот уголочек. Чтобы это было симметрично, красиво. И потом, получается, я закругляю. У нас вот здесь вот точечка будет, вот здесь. Там не слезнячок, забыла, как называется, с другой стороны. Вот внешний уголочек, внутренний уголочек. И от этой вот грустной точечки мы проводим к слезнячку, к внутреннему уголочку. Если вам не очень понятно, как я объясняю, я уверена, что это может быть так. Вы всегда можете написать комментарий под видео, и я обязательно вам отвечу. Я надеюсь, что вам понравится рисовать, потому что просто рисовать это прекрасно. И получается у нас вот здесь вот уже кружочки, которые были намечены, они так и остаются. Мы их можем подправить, чтобы они более плавно и красиво сливались. Это вот наша века будет такое. Вот. Вот. И потом, получается, у нас еще вот такое вот нижнее веко у соленочка. Глазки моих солят тоже всегда разные, не только по цвету, но и по зрачку. Сейчас я тут подправлю, мне немножко не получилось, как я хотела. Поэтому я сейчас думаю, какой у нас будет зрачок. Вот. Мне хочется, чтобы зрачок был, наверное, вот каким-то таким. Потому что вот у моих совет в основном зрачки располагаются, естественно, по центру глазика. Но там живой взгляд, поэтому, играя с ним, можно менять, ну, как его будет закрывать века. И это будет смотреться очень симпатично и живо. Я думаю, тот, у кого есть мои советы, понимает, о чем я говорю. А у кого нет, я на них запишу видео о том, как это выглядит. Я теперь буду чаще стараться снимать какие-то видео и разговаривать с вами. Вот. А в рисунке все-таки у нас же не такая интерактивная картинка. Поэтому мы сразу планируем о том, что века должно закрывать зрачок. Вот я на одном вазике отметила и сразу прочерчиваю линию, чтобы зрачки были одинаковые. Тоже примерно намечаю по пропорциям, чтобы они были примерно одинаковые. Я, конечно, не гарантирую, что у меня получается это одинаково, но я очень стараюсь. Мне еще неудобно, потому что мне здесь мешает и лампа, и, собственно, забыла, как называется. В общем, трипод, который держит телефон. И поэтому я так чуть-чуть издалека наблюдаю за тем, как я рисую. Вот я вижу, что этот зрачок получился полуже. Поэтому я добавляю, чтобы они смотрелись более гармонично. Все можно подправлять на свой вкус. Ведь рисунки, вообще творчество, это полная свобода. Вот, конечно, есть определенные правила. Но я сейчас вообще не про правила, потому что это далеко не по правилам сделанный рисунок. Вот, я просто за то, чтобы интересно провести время. Так, теперь переходим к носику. Носик у нас вот круглый, у нас здесь есть на метке. Посередине мы ставим две черточки. А потом делаем галочку. И у нас получается уже на метке клюва. Вот я поближе покажу, чтобы было видно. И я как раз сейчас через телефон увидела, что вот этот вот зрачочек мне надо больше закруглить. Вот иногда полезно подсматривать. И еще чуточку сократить здесь. В общем, я люблю правки. Чувствую себя болтушей в данный момент. В общем, самокритика. Так. И мы подправляем форму клюва. Вот мне, в принципе, нравится, как у нас тут клювик получился. Можно добавить улыбочку. То есть еще вот так вот, как скобочки, подрисовать. И он будет более улыбчивый. Он у меня грустный, поэтому пусть будет улыбочка. Пусть он вам улыбается и добавляем ноздри. Вот. Так у нас получается пока. Не сказать, что это прям готовый вариант, но все потом подправится. В общем, продолжаем. И еще забыла, что вот здесь вот нам тоже нужно подрисовать наш век. Вот. Как-то так. Пока у нас будет такой образ. Переходим дальше к крыльям. Крылья я не смогу, наверное, здесь так детализированно прорисовать, потому что иначе проще будет взять какой-то маркер или ручку. А я все-таки хочу акварелью сделать его более нежным. Поэтому сделаем просто наметки. Вот так вот крылышко. Нижняя повторяет контура только побольше перышек. Вот еще, кстати, очень красиво. Мои советы упираются крылышки, вот так вот прикрывая клювик. Если вы так нарисуете, тоже будет интересно. Но мы как-нибудь тоже порисуем так советы. Я хочу добавить вот сюда пушистости больше рядом с крылышками, то есть чуть-чуть побольше тела сделать. Мне кажется, так будет интереснее. И сейчас добавляю вот так вот пушистость хаотично по ножкам. И в районе пузика. Ну и по факту у нас получилось уже довольно детализированно. Вот еще сюда можно порошки добавить, как у моих совет. Конечно, крылышки не совсем, как у моих совет, но это уже рисунок. И добавляем еще две точечки, ведь это у нас горошечка, а крылышки пришивные. Здесь еще пушистость у нас гибных ножек. И получается, нам остается добавить только такие вот носички на лапки. Ну, я думаю, многие видели, что у птичек такие репристые лапки, а не просто палочки. Хотя есть птички, которые гладкие. Так, а еще мне захотелось нарисовать задний пальчик. Он будет поменьше, отведен в бок и почти не заметен. Ну, пусть будет. Или без него нравится. Вот, наверное, все-таки без него. Он же все-таки вперед стоит. Я уберу, но кто захочет, может он нарисовать боком. Вообще, суванку можно рисовать как угодно. Вот еще сюда хочется добавить чего-то пушистого. Собственно, сам эскиз. Вначале сказала, не будем особо детализировать. Она все это задетализировала. Но это моя беда. Стираем лишние линии, которые нам помогали выстроить глазки. И ослабляем чуть-чуть рисунок. Вот так вот аккуратно резиночкой проходимся. У кого есть формокласт или клячка, будет гораздо удобней. Но он есть не у всех, поэтому я тоже делаю резиночкой. Чуть-чуть ослабляем, чтобы сильно не просвечивало, когда мы будем акварелью рисовать. Но чтобы нам был виден эскиз, чтобы мы могли наносить, и чтобы вот эти вот пушистости все равно просвечены. Так, определяемся с цветом совенка. Ну, думаю, белого совенка я рисовать не хочу. Я хочу, наверное, все-таки серого. Вот мой первый совенок был серым. Собственно, я сейчас нарисовала своего первого совенка. Но, наверное, в более таком скромном виде. Все-таки он у меня был немножко другой. Вот. Но он у меня был серый. В общем, мы поняли, что это видео очень длинное. Если вам понравится такое видео, такой формат рисования, я с удовольствием нарисую еще другие с вами игрушки. Может быть, еще что-то порисую. В общем, давайте вначале закончим хотя бы этот рисунок. И мы переходим к акварели. Я вам советую заранее смочить акварель, чтобы она была подготовлена к работе. Тряпочка у меня такая тоже, она заранее смоченная немножко. В общем, палитра подготовлена. Краски тоже. Я не знаю, как это все вместить в кадр, чтобы было видно. Может быть, вот там. У меня, кстати, тут котик. Чтобы он вас не отвлекал. Сейчас я буду хаотично замешивать разные серые цвета для совенка. Но перед этим я все-таки предлагаю, как правильно, как мне учат, заложить отношения цветов. И получается у меня совенок будет серый. Глазки оранжевые. Носик телесный. Лапки розовые. Ну, такие розовые телесные. И фон синий-голубой. Вы, естественно, можете делать абсолютно так, как вам хочется. Ну, в цветовом решении. Но всегда лучше закладывать отношения цветов, чтобы потом не путаться и все не испортить. Вот. И, конечно, я предлагаю вам наметить плоскость совенку. Что он не просто у нас в воздухе. А что он все-таки стоит на чем-то. И предлагаю небольшую тень наметить. Сюда. От него. Вот так вот. Ну, это, конечно, фантазийный тень. Ну, я не знаю, если честно, как это будет падать. Но это теоретически так. И если у нас тень так, то глазики здесь будет чуть-чуть потемнее. А здесь посветлее. Ну, в общем, все будет. Ну, сразу-то я себе отметки сделала. Вы можете этого не делать. Вы можете без всяких теней просто рисовать совенку. Вообще можно было это нарисовать как открытку. Но я немножко переволновалась. Поэтому просто захотела с вами вначале порисовать просто рисунок. А открытку мы нарисуем с вами какому-нибудь празднику. Если вам, конечно, понравится такой формат. В общем, мы будем закладывать отношения. Начну я, пожалуй, с телесного цвета. Сейчас я наконец-то затихну. Чуть-чуть посмешиваю. И вы посмотрите. Опять-таки я не советую сразу какими-то заливками большими делать. Если делать маленькими заливками будет интересно. Будет много пятнышек, которые будут составлять картинку. Но вообще это, конечно, мультяшный образ. Поэтому, наверное, можно и общими заливками делать. И не предпринимать таких правил. Так. И серый и голубой у нас создаются. Слишком серовато голубой я сделала. Для этого надо было поярче. А то немножко будет сливаться совенок с фоном. Но для этого, кстати, и делаем наметки. Но теперь уже в другом месте. Перекрывать акварель, мне кажется, это плохая идея. Ну вот, где поярче, мне больше нравится. Так. И серый намешаем. В таком месте. Продолжение следует... Вот я сразу вижу, что, к сожалению, сливается серый. Но все равно попробую. Если что, потом фон более контрастный сделаю. Идальный момент, кстати, лучше попробовать сделать его более контрастным, чтобы потом не расстраиваться от результатов. Вот для этого мы закладываем отношения, чтобы не ошибиться в цветах. Ну, по крайней мере, я это так понимаю, не претендую. Я на самом деле очень надеюсь, что мой педагог не посмотрит данное видео. Оно же такое длинное. Мне, на самом деле, немножко, наверное, будет стыдно. Все-таки это мой тяжечко. Так. Вот я специально залила кусочек фона, чтобы мы там попробовали, к какой степени еще серый добавить, чтобы более контрастно смотрелся, а не так бледно. Чтобы не сливался, в общем, вот. Сейчас посмотрим, может быть, акварель более разведенную. Ну, то есть совсем чуть-чуть вот так вот. Так, у нас тут поплыло. Это очень страшно. Мы уберем. В общем, немножко расстроилась, потерялась. Вот я сейчас кисточкой замываю и потом сухой убираю. Теперь нужно подождать, пока это место высохнет. Я так и знала, чтобы доволноваться, и все пойдет не так. Да, с обенком мы будем все-таки, ну, я буду, вы можете в другом свете, естественно, сделал, как я уже говорила. Более серый, более света, точнее. В общем, вот мы в целом в отношения заложили. И теперь начинаем полностью рисунок закрывать. Напоминаю еще о другом моменте о том, что нижняя плоскость должна быть намного светлее, чем верхняя. И нужно это учитывать. Тень вот я тут оставила, потому что тень у нас будет теплая. Потому что у нас здесь все холодное, значит, будет теплое. Ну, это правило. Свет теплый, тень холодная. Свет холодный, тень теплая. Я просто думаю, что у нас здесь все холодные оттенки, значит, тень у нас будет теплый. Самое темное пятно у нас вообще должно быть у тени. Ну, это так, немножко правило. Вы можете ими не пользоваться, а рисовать просто, как вам видится, как вам хочется. Сейчас я подумаю, какой цвет для тени замешать. На один раз. Светлект. Фактически. Продолжение следует... И тень у нас также... Правило тоже получается, что эта плоскость более темная, эта более светлая. Поэтому и тень здесь более светлая, а здесь будет более темная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ... 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 наш рисунок будет более чистым и аккуратным. Мне сейчас не очень удобно ходить менять воду, нужно было заранее поставить две мисочки, но ничего, мы и так успешно закончим рисуночек. К сожалению, я очень медленно это делаю, может быть кто-то делает это быстрее. Мне очень захотелось еще в глазик добавить пару мазочков другой, чтобы сильно не концентрироваться лишь на одной детали. Глазки мне уже нравятся, сейчас чуть-чуть телесным попробуем тоже закрывать. Я изначально хотела, чтобы это была прямая трансляция, но я понимаю, что столько времени, сколько я сейчас на это потрачу, ни у кого наверное не будет вот так, чтобы в какое-то время одно собрались все. Кстати, вы об этом напишите мне пожалуйста, как лучше, может быть кому-то больше понравится прямая трансляция, чтобы я сразу могла отвечать на какие-то вопросы, а какие-то наоборот пропускать мимо. И вот под клювиком, мне кажется, имеет смысл сделать потемнее, потому что это же нижняя часть крови какая-то наверняка нужно падать сильно. Мне кажется, я сильно могу, сильно красочки. Вот так вот, чуть-чуть оберну. Продолжаем с нашим соверком работать. Снова серые цвета. Вот, кстати, какие способы серого вы знаете замешать. Очень интересный вопрос. И он всегда нужен. В смысле, когда ты знаешь, как замешать какой-то цвет из тех, что у тебя есть, это поистине прекрасно, чем покупать новую краску. Вот, перышки я прямо такими интимными прописываю, мазочками. И чуть-чуть оттемнюю часть, чтобы контраст был под крыльями. Под крыльями между ножек. Ну, здесь вот на шейке, как я говорила. Вот, мне кажется. Вот мне кажется, что крылья сильно сливаются, а у моих, кстати, совет под тонированные крылья внизу, и здесь я сейчас сделаю то же самое. Очень не хочется, чтобы это выглядело буткой. Сейчас посмотрим. То место пока подсыхает, можно заняться другим местом. Вообще живопись, насколько мне известно, хотя у нас скорее декоративный рисунок. Я очень боюсь на самом деле рисовать такие всякие рисуночки, только потому что правила я особо не знаю, отличаются ли они. Я не очень люблю рисовать, допустим, маркерами скетчинг. Не знаю. В общем, опять, это мой такой опыт мирный. Я себе разрешаю здесь ошибаться. Мне кажется, когда ты ошибаешься, ты видишь свои ошибки, потом ошибу справить. Если ты ничего не делаешь, ты ничего не делаешь. У нас чуть-чуть фиолетовый оттенок приобрел, немножко переигралась с фиолетовым. Можно фиолетовый, когда он подсохнет, нейтрализовать охрой, что я, собственно, и сделаю, потому что мне кажется, сильно много фиолетового пока подсыхает. Я займусь другой частью головы. Я займусь другой частью головы. Я займусь другой частью головы. Здесь, кстати, я намерена более фиолетовым сделаю ушко, чтобы оно сильно с фоном не сливалось. Через камеру такой прям несчастный взгляд. На камере цвета, на самом деле, более другие, чем у меня в жизни, но это, естественно, связано с цветопередачей, на это я поглядеть не могу, по крайней мере, пока не знаю, как это делалось, но стоит это учитывать. Что мне всегда нравится, чтобы показывать. Даже когда я игрушки фотографирую, особенно такая беда с фиолетовым и синим цветом. Очень сильно разбежается цвет. Мородку я предлагаю, вот которая лепленная часть, сделать более светлой. Собственно, в жизни так и есть. Вот тут рефлексин добавлены, чуть-чуть синим. Теперь хочется машину серого цвета замешать. Я вот пока рисую, я совсем забыла об одной очень важной детали. Так как акварель не даст вам потом сделать блик, нужно его сразу себе наметить. Вот я его сейчас намечу вот здесь. Вот так вот. Потому что это придает живости взгляду, и мы это пятно не будем закрашивать. Пока у нас так получилось, пока оно засыхает, я чуть-чуть нейтрализую вот эту фиолетовую прелесть, которую я допустила охрой. Ну, по крайней мере, так чуть-чуть, чтобы уж не сильно было фиолетово. Чуть-чуть получилась грязь, кто не ошибается. Видео немножко звучит как оправдание, да, во всём? Закрываем белые пятнышки на крылышках. Сейчас у нас, конечно, крылья очень сильно сливаются, и это нормально, потому что мы их потом чуточку прорисуем. Подождем чуть-чуть, пока всё это подсохнет. Почему я сейчас веки не заполняла? Потому что веки, ну, вот эти вот, которые мы рисовали, прекрасные, красивые, они у нас более тёмные. Вот так вот я предлагаю их сразу наметить. Вот здесь вот так вот. Я вам не предлагаю прям сильно обводить, хотя вот я сейчас прямо обвела. Ну, вот чтобы было видно. У нас тут чуть-чуть по мокрому получилось. Обязательно вот эти вот все уголочки прокрашиваем тёмным, они дадут большей выразительности. И века сейчас заполню более тёмным цветом. Что такое? Ну в целом мне начинает нравиться результат, пока все подсыхает, займемся фоном. В первую очередь тень поднял. Обязательно помешаем сильно. Если вы вдруг все-таки дорисуете до конца, значит это будет видео почти часом, возможно больше, то я буду очень рада вашим фотографиям. Если вы будете присылать, я создам альбомчик и потом проведу приятный какой-нибудь розыгрыш среди тех, кто рисовал. Конечно, об этом я более подробно напишу, исходя уже из вашей реакции на видео. Если вам не понравится, естественно, этого делать не надо. Зачем? Если вам не понравилось. Я много очень говорю о том, что вам понравится, не понравится, потому что опять-таки я волнуюсь. Все равно для меня видео на публику это очень тяжело, даже несмотря на то, что вам меня не видно, только слышно. Очень страшно где-то ошибиться, что-то не так сказать, рассказать. Но в то же время очень увлекательно, потому что я пробую себя в новом. У меня очень много планов не только на рисование, но и вообще на что-то. Как можете заметить, я надолго выпала вообще из-за темы игрушек и всего остального. Очень сильно увлеклась художественной школой. В ближайшее время я это исправлю, несмотря на то, что скоро будет начнется второй класс. И у меня много придумок. Я надеюсь, у меня их получится осуществлять. Я уже написала план, как я сказала, будет больше видео. Будет много историй игрушек фантастических и не только. Я очень хочу делать декорации, чтобы можно было наблюдать действительно за каким-то мирком игрушек, а не просто как в витрине. Очень хочется над собой расти в этом плане. И я специально все это говорю под конец видео. Как бы ну с тем, кто вот может меня дослушать, чтобы вы знали, что будет впереди. И, конечно, в ближайший год мне очень хочется изменить немножко формат на более интересный и на дополнительное общение с вами. Чтобы это был не просто красивый персонаж игрушка, но и в то же время больше, чем просто игрушка. Это для меня это и сейчас больше, чем игрушка, но хочется еще вам показать. Еще буду очень благодарна, если мне подскажете по поводу видеомонтажа каких-нибудь программ. Потому что вот я хочу снимать вам какие-нибудь короткие видео. Шорт вроде называется. Я, извините, не разбираюсь в этом пока что. И обычные видео и, естественно, без монтажа там не обойдется. Поэтому тоже хочется об этом начать разбираться. Но здесь проблема. Лапка залилась другой краской. Я вот так вот очищу, потом заново залью. Я продолжаю заливать фон. У меня на самом деле и от волнения тоже с вами так много говорю, поясняю. Мне кажется, так более понятно, что я делаю. Акварель любит воду. Кстати, могу сказать для тех, у кого вдруг нет акварельной бумаги. Прекрасно подойдет для этого бумага госиннака. Я сама в это не верила до тех пор, пока не попробовала. Ну вот именно в таких ученических целях. Конечно, если вы профессионал, рисуется. Но я думаю, если вы профессионал, вряд ли вы посмотрите это видео. Это мне захотелось так рефлекс передать, и я чуть-чуть перестаралась. Поэтому я сейчас добавляю нашего синего фона. Хотела также вас спросить, если вдруг еще кто слушает. Интересно ли вам наблюдать за процессом того, как кто-то рисует. И вот такие, допустим, длинные видео или наоборот короткие видео, в которых я не поясняю, просто рисую. Допустим, быстрая промотка. Оно уже не игрушек, а конкретно вот тому, что я учусь. Я, конечно, завела отдельную под эту страничку, но все-таки мне иногда кажется, что все, что я делаю, может находиться на одной страничке. Потому что это все делаю я, а не кто-то другой. Вот. Все в одном месте. Или вам все-таки не интересно смотреть на что-то, что не относится к тематике игрушек. Такой у меня вопрос. Много у меня вопросов. Понимаю, что я, возможно, не получу ответов ни на что. Ну, за спрос, как говорится, не бьет. Продолжение следует... Добавляйте более смело, чем я, разные оттеночки. Тогда ваша работа будет выглядеть более интересной. На самом деле я уже не рисовала месяц, как я вышла на каникулы художественной школе. Немножко так себе подразочаровалась. И совсем не рисовала. И вот подумала, нарисую, как я соленок. И вдохновение вернется. Ну и вот постепенно я чувствую, что вдохновение возвращается. Что я что-нибудь нарисую уже по мотивам своей школы. Скоро ведь возвращаться. Руки забыли, как рисовать. Так что для меня это тоже такая вот особая терапия. Вообще для меня рисование это такое отвлечение. С одной стороны хочется сказать, что это отдых. А с другой стороны ты все равно постоянно думаешь. Думаешь, как сделать правильно, как исправить то. Ну вот это, по крайней мере, про художественную школу я говорю. Вот, поэтому не так все легко. Но при этом испытываешь очень разные эмоции. Иногда себя разочаровываешься. Иногда наоборот рад, что у тебя что-то получилось. Иногда хочешь пробовать что-то новое. Вот так, у нас уже фон закончен. Я сейчас правлю лапку. Блики я специально оставила, потому что, вы знаете, в шерстиночках, как это объяснить, когда на мех падает свет, он иногда смотрится белесым. Поэтому я там оставила блики. Но вообще, конечно, в рисунках лучше не оставлять белые пятнышки. Вот. Но я захотела сделать так. Вот. И сейчас мы будем делать с вами ответственную работу. Мы будем делать сейчас драчки. Но, кстати, перед драчками я хочу еще сделать... Вот, как это называется? Порошки, наверное. Порошки перед носиком. Я такие делала. Вот как раз соленочку. У него было 4 перышка вот так вот. Сейчас я сделаю так, как он будет. И вот так вот. Можно этого не делать. Я же не знаю. Какого-то другого соленочка решили нарисовать. Подтемнеть мне захотелось. Какой-то чуть-чуть. Какой-то чуть-чуть. Чуть-чуть. Я успею нарисовать. Это самое финальное, потому что тогда сразу откроется взгляд. А сейчас пока фон. Хотя бы в некоторых частях. Возьмите, как он будет. Спасибо. Что고. Продолжение следует... 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 Вот так вот. И пока глазки сохнут, мы чуть-чуть займемся детализацией крылышек. Я для этого буду использовать сепию или просто коричневую, используйте этот оттенок коричневого. И буду чуть-чуть прорисовывать перышки, которые мы нарисовали на крыльях. Не забываем про наши точечки. Чуть-чуть размоем. Продолжение следует... Не забываем о нашей серой ниточке, которые сшиваются крылышки. Теперь предлагаю придать пушистости, вот так вот прорисовав немножко волосиночек более темным цветом. Так же, как мы делали карандашом. В каких-то местах не надо, в каких-то мы уже это сделали. В пушках я тоже советую прорисовать тень. Вот так вот прорисовываю. Тогда они будут смотреться более объемненько. Тень подвергом. Вторым слоем, где у нас крышки над клювиком. Нужно более темные поставить пятнышки. Сейчас я их поставила более темными. Сейчас растушую. Так они будут смотреться более интересно. Она еще подсохнет, станет более бледной. Не забываем об этом. Проверяем глазки, они еще макроваты. Поэтому пока приступим к лапкам. Холодным коричневым оттенком я буду прорисовывать вот эти вот засечки, которые можно было карандашом в принципе не рисовать. Потому что их потом красочкой будем рисовать. Не забываем прорисовывать суставчики на пальцах, чтобы пальчики более правильно были. Более интересно точнее. Краска побледнеет, поэтому сейчас ярко, потом будет ярко. Когти у меня белые. Ее нужно было маскировочной жидкости вначале их нарисовать, потом снять. Но так как я забыла, Когаточки в этот раз у нас будут черненькие. Я их сейчас тоже так нарисую. Мне кажется, что их не нужно было. По сути у нас остались только глазки. Но они пока мокрые. Пока они подсыхают. Не знаю, как ускорить этот процесс. Феном, конечно. Но так как я пока не умею монтировать видео, Пусть лучше так все останется. Само естественно подсохнет. Ну и поставим дату. Я люблю портить ой сумке и ставить в уголках дату. У нас сегодня июль. Вспомнить по какое число. Вроде бы 23, если я не ошибаюсь. Или 22. Ну и 23. Ну так вот я люблю все рисунки портить. На это не обращайте внимания. Это я для себя делаю. Можно на обратной стороне делать. Но я всегда на лицевую делаю. Это мои домашние рисунки. Поэтому их никуда не надо сдавать. Конечно, если у вас будет какая-то практичная картинка, вы так не делаете. Так. Сейчас я сделаю так. И попробую, несмотря на то, что у нас еще мокренько. чтобы обвести контур зрачка. Чтобы он сильно не был размыт. Конечно, нам эта размытость очень нужна. Потому что у моих совет тоже. Особенно у первых. Были такие размытые зрачечки. Не знаю даже как это назвать. Но вы можете всегда посмотреть моих совет прошлых. И вот нижнее веко я тоже подчеркиваю черным. Потому что у моих совет тоже черное. Хорошо выделено вот так вот нижнее. Чтобы на контрасте оранжевое. Выглядел более ярко. И верхнее веко я тоже наделяю черным. По контуру. Слизнячок тоже. Вот эту часть. Ну и еще касаемо разных тем. Если все объединять на одной страничке. Это вопрос, который я вас изначально спрашивала. Я вот допустим сейчас увлекаюсь каллиграфией. Ну учусь. Сама учусь. Вот и я бы могла бы тоже показывать процесс. Того как я учусь это делать. Давайте возьмите некоторые дорожки подтянуть. Вот такой вот соленок у нас получился. Точнее быть у меня. Не претендую на его самый прям прекрасный вид. Я очень волновалась. Очень боялась снимать это видео. Ну вот мы закончили. Я буду благодарна вашим рисункам. Вашей оценке. Подскажите, что исправить. Нравится ли вам такой формат. Или вы бы хотели трансляции. Или хотели бы смотреть не так. А просто на ускоренный. Когда вот такие вот видео бывают за 3. За 30 секунд там все быстро нарисовали. То есть чтобы мне понимать как мне дальше действовать. И вообще хотите ли вы такие видео видеть. Я еще скоро буду также снимать как я леплю. Ну уже не так подробно как рисую. Так просто именно фрагменты. Потому что мне это мешает лепить. Вот. Но тем не менее. В общем жду любой обратной реакции. Всем спасибо, кто меня досмотрел. Это вы настоящие герои. Час 15 минут. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания. 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 Продолжение следует...